Белые ночи Белые ночи Значит будут и здесь сады Пусть метели бушуют рядом Надо будет растопимы льды А нам не страшен ни вал девятый Не холод вечный мерзлоты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семидесятой широты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семидесятой широты Пусть морозы и пусть тревоги Пусть сугробы встают к руды Мы проложим пути дороги По законам своей мечты И нам не страшен ни вал девятый Не холод вечный мерзлоты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семидесятой широты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семидесятой широты А нам не страшен ни вал девятый Не холод вечный мерзлоты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семидесятой широты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семидесятой широты А нам не страшен ни вал девятый Не холод вечный мерзлоты Ведь мы ребята, ведь мы ребята Семидесятой широты Ведь мы ребята, да, мы ребята Семидесятой широты Семидесятой широты Семидесятой широты Участвовал в митинге, нас было там порядка 150 человек, вот так вот вытянутые, ну, сделали вот такую линейку, там, ну, несколько рядов, но получилось где-то, ну, не знаю, сколько метров, наверное, 50. И то получается, что без особого такого командования кричалки кричать невозможно, то есть должен какой-то быть задающий темп именно вот на, ну, чтобы на зрительное, то есть вот, чтобы видели, как дирижер должен быть. Взяли это в свои руки. Да, да, любой кричалки, то есть если как только кто-то не, вот, не видишь человека, сразу бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру. То есть даже так и не рассказал. Все, можно идти уже, заходить. Ну, тут еще главное... Руки только мойки! Кричалки придумали ранее, короче. Ну, нам надо было три отскандировать, про Шишлова, вот, вы, может, видели мои эти ролики. Да, да. Про Шишлова вот надо было, кипочет врачей. Скорая помощь встанет с колен, вот такие вот, и кричалки, на самом деле, готовы. Это под дождем, что ли? Ну, перед дождем, потом в ураган. Камера в одиночке. Несколько слов человек. В одиночестве. То есть даже вот такая мелочь, казалось бы, а то уже надо знать. В общем, написал. Гоблину написал, Жукову написал, сыну написал. Говорю, вот есть Григорий Вячеславович Гобинов. Все, только что со съезда Всероссийского. Давайте. Вот и Сергей Викторович. Ну, что канал там... Численность набрал, и у нас ролик теперь появился 223 тысячи просмотров. Какой? Видел, да? Какой ролик? Ну, который про... Про сокращение, про сжатие рабочей недели. По поводу, да? Да. Вот он там 223 тысячи набрал. На канале Пучкова не каждый ролик столько набирает. Круто, круто, вообще, да. Уже к миллионам приближаемся. Хорошо бы. Да. Вот. Конечно, у Пучкова там и по миллиону есть просмотров, ролики, но у него не каждый ролик столько набирает. Угу. Потом еще Золотова выложили тоже. Он вышел на четвертое место на канале. Угу. Сорок тысяч с чем-то. Угу. Да, здорово, здорово. Да и вообще сейчас такая активность пошла. И подписчики там пошли. Так они кто больше особо ничего умного и не говорит по этим вопросам. Все молчат. Ну, либо пудрят мозги. Буржуазные эти самые источники. Счастливые записываешь. Да. Либо молчат просто это, да. Ну, тема как будто... Это самое. Ничего это не касается, да. Странно то, что вот коммунисты... Да нет, ну там говорят, кто-то в поддержку линии правительства говорит. Ну, вот да, я говорю, либо буржуазные... Ну, а как? Меньше рабочих дней, так это же лучше. Угу. Некоторые утверждают, что на самом деле будут часы сокращены. А они в итоге так и не говорят об этом. Вот последние, я сейчас залезал на сайт российской газеты, у них вот опять беседовали там этот Исаев с Медведевым. И там у них такие формулировки, мол, да, безусловно, надо будет сокращать. Надо будет... Ну, конечно, это будет делаться не сразу. Ну, то есть, а как не сразу? Это значит, что сразу после сокращения рабочей недели будет 40 часов. А когда уж там и будет ли когда-нибудь сокращаться число часов, это они не говорят. Они как бы говорят, что ну да, когда-то надо будет. Но понятно, что не сразу. Ну, это когда народ уже проснется и будет уже требование выдвигать. Ну, то есть, тогда, да. Реально они это делать не будут. А сверху не будет, конечно. Они сразу сократят на 4 дня, а сразу сокращать рабочие часы не будут. Ну и все. Так это значит, это значит, прощайте сверхурочные, правильно? Если по 10 часов. Ну, да, оплата по... Да, то есть, уже этого не будет. В полуторном двойном размере. Ну, после 10 часов там, пожалуйста, полуторном, да, ну, хочешь там, еще там, если еще, как говорится, у тебя это силы есть, останутся. Ну, можешь поработать за полуторный коэффициент после 10. И выходные выходи. А выходные, видимо, будет. Так, в пятницу, вот в эту, будет так, что хочешь выйти за обычную оплату, выходи. Не хочешь, за тебя выйдут другие. О восстановлении дома-музея Ульянова Девизарова. Докладчики Кучук. Барс Долин. Барс Долин. Всем большое спасибо. Сегодня опять взяли и быстро-быстро сделали секту забора новую. Почему? Не успел даже самовар с кипятиком уже замор вернуть. Надо пока самовар, кстати, следим. Да, какие будут, я тогда спрошу, какие могут быть у нас еще планы и предложения на следующий субботник. По погоде. По погоде. Посадка, вырубка. А, ну, вырубка. Надо целиком переделать вот здесь, что-то там не руку. А это у нас внутренняя работа, да? Ну, вот, где пол, Григорьич Славоченко или Роман, бригадир, наберете бригаду, да? Ну, нет, там буквально еще одного на подхват. Возвольте там не нужны? Там доски есть. Там кирпичи нужны. Да, но решим из долбища. А не доску? Видите, у нас народ сознательный, ни кем особо руководить не надо. Это как это? Надо? Любой процесс, надо руководить. Еще визович, ну ладно. Чем-то, единственный вопрос у меня, вот мы как бы там собираемся зимой очень холодно, и по поводу крыши, там она утеплена? Нет, там есть слой, поверх ламината, но никак больше не утеплет, никакой там нет. А, там еще постеленная вот эта паровая защита, вот такая, сгоплено, разоряется, да, там все это так, в общем-то, чисто символически, там есть на чем работать. Насчет утепления надо подумать, может быть, опять вернуться к тому, что на окна, здесь, сделать пленку, да, у вас штабчиками, это тоже, как-то должно усидеть теплоизоляцию. Ну, на самом деле, пушка и печка, в принципе, и справляются. То есть, мы дверь сделали, уже теплее стало, вот так. Ну, здесь пока, здесь вообще говорить не приходится, здесь все-таки одинарные рамы, и... Ну, это нормально, шелест. Мы, мы, это помещение, мы вряд ли прогреть, зимогреть. Да пушкой прогреть. Надо полиэтиленом, кто-то тянуть, задохнем. Ну, не знаю. Мы ничего всех естественного здесь не сделаем, но нет у нас сил. Кстати, именно здесь никакого утепления-то нет. Это хорошо, кстати. Будет выходить сапливаться. Это ему страшно. Не знаю, наверное, надо ограничить все-таки уже количество членов партии. Чтобы уже к столу не подойти. Старое, к столу, а молодых на улице. Машенька в термос везти. Ну, все. Да, нечего добавлять, я хочу всех поблагодарить за участие в субботе. Как никогда. Прошло быстро и организованно. Просто радует, не сказав, что так быстро и так организованно и столько успели сделать. Всем спасибо большое тем, кто готовил стол. Еще отдельное большое спасибо. Показали примеры, как это должно быть. Как можно делать и как должно делать. Ну, следующий субботник, я согласен, будем смотреть по возможностям, что будет на улице. Что будет не на улице, что будет вообще необходимо сделать нам. И где помещение, потому что, может быть, уже к тому времени. И хороший снег пойдет. Кто-то знает. Погода у нас такая. Продолжение следует...